Привет, друзья! Сегодня на обзоре бюджетный видеорегистратор iBox Alpha Wi-Fi. Я его тестировал уже несколько месяцев, и мне есть что вам рассказать. За свою стоимость примерно в 6 тысяч рублей мы получаем и магнитное быстросъёмное крепление, и Wi-Fi, и в целом приемлемую съёмку. Но ладно, давайте обо всём по порядку. Внешний вид упаковки ничем не намекает на бюджетное происхождение. Плотная и качественная коробка, которую мы привыкли видеть у компании-производителя. В комплекте мы найдём сам видеорегистратор, крепёжный кронштейн, блок питания в розетку прикуривателя, руководство пользователя, гарантийку. А в последнем релизе в комплект добавились даже защитные плёнки для лобового стекла, чтобы не портить его скотчем. За это спасибо. Alpha Wi-Fi выполнен в компактном прямоугольном пластиковом корпусе. Габариты небольшие, всего 74 на 44 мм, и толщина всего 19 мм, но спереди выделяется крупный объектив. Кстати, вес гаджета всего 59 грамм, и это прям малыш-малыш. На задней части корпуса IPS-экран, 2,4 дюйма, 320 на 240 точек. Помимо экрана расположены 4 механические кнопки управления. Блок питания позволяет питать устройство от напряжения 12 и 24 вольта. Оснащён устаревшим, зато крепким угловым разъёмом мини-USB. Длина кабеля 3,5 метра, и этого более чем достаточно для скрытой проводки под обшивкой салона. Кстати, основное питание, как вы поняли, происходит именно через крепление, которое поворачивается по одной оси. И по факту в бюджетном устройстве мы получаем полноценное магнитное крепление. И если вы переживаете за это устройство, вы можете без проблем забирать его ночью домой, например. Не забыл производитель кнопку сброса и светодиодный индикатор сбоку корпуса. Отверстия для пассивного охлаждения достаточное количество, высокий нагрев при работе точно не замечен. Внутри вместо литиевого аккумулятора установлен долговечный суперконденсатор, который не боится экстремальных температур. И вот за это действительно спасибо. Раньше суперконденсатор в таких бюджетниках я никогда не видел. Меню iBox Alpha Wi-Fi максимально простое и разделено на три категории. Съемка видео, фото и просмотр отснятого материала. Несмотря на ценовой диапазон, у видеорегистратора есть такие функции, как HDR, датчик движения и удара. И это хорошо. Также, как я и сказал, в этой модели есть Wi-Fi. Но обратите внимание, что используется мобильное приложение RoatCam. Оно доступно как на iOS, так и на Android. Сначала нужно активировать Wi-Fi-сеть на видеорегистраторе и далее подключиться по стандартной схеме, как вы и привыкли. В приложении выводит на смартфон картинку с гаджета, дает доступ к фото и видеофайлам, а также позволяет изменять основные настройки видеорегистратора. Что касается качества съемки, оно здесь среднее, вполне сносно для бюджетника такого плана. Сенсор SmartSense CS2363, угол обзора 170 градусов. Процессор GL и GL5603. Все происходящее на дороге фиксируется. Дорожная обстановка понятна и ясна. В случае возникновения спорных ситуаций, этого качества будет вполне достаточно для доказательной базы произошедшего. Понятное дело, не идеал, но для супер съемки бывают другие модели. Хотя в целом, даже поставив на паузу, можно без проблем считать номера и попутного потока, и даже встречного. В общем, посмотрите сами и сделайте свои выводы. Какие итоги можно подвести? iBox Alpha Wi-Fi типичный представитель недорогих современных регистраторов. Связка сенсора и процессора не дает высокой детальности видео, но таких задач у данного устройства и нет. В остальном есть ряд современных функций. Магнитные крепления, доступ к материалам со смартфона и невысокая цена. Все это вполне устроит многих рядовых пользователей. Ну, как-то так. Пишите в комментариях, как вам такой бюджетник, интересно ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересных обзоров. На сегодня это все. До скорых встреч.